Всем привет! Сегодня мы рисуем единорога по картинке, которая у нас уже есть. Например, вы можете срисовать с какого-то журнала, либо с скрина из интернета, что-то вам хочется перерисовать на планшете. Я уже заранее сфотографировала этого единорога, я его сама нарисовала, так что с авторскими направимся в порядке. Итак, нам нужно добавить эту картинку на один из слоев под низ, чтобы мы могли ориентироваться на его контуры. Чтобы его добавить в приложение Procreate, с самого начала делаем новый холст по размеру крана, например. Итак, добавляем, нажимаем на отвертку и вставить фото. Это открывается в галерее ваших фотографий. Вот она встала слоем. Нам нужно избавиться от этого фона, чтобы он нам не мешал. И на случай, если, например, надо сделать палитру по цветам, которые у вас здесь на иллюстрации, можно их добавить сразу же в галерею палитр. Итак, нам нужно брать фон. Мы берем выделение и обводим единорога, чтобы быстро не закрашивали ничего. Можно было просто закрасить фон белым цветом кисточкой, но я попробовала, получилось в общем-то дольше, чем вот так вот сделать. И что делаем с этим выделением? Делаем копировать, вставить. Вот, у нас появился второй слой только лишь тем, что мы вызвали. Например, нам нравится вот это изображение. Если цвета получились не очень яркие на фотографии, то можно их естественно отрегулировать как-то. Вот, то насыщенность и яркость. Допустим, чуть-чуть поярче сделаем, чтобы цвета понасыщеннее. И, допустим, мы хотим добавить вот эти цвета, чтобы не брать каждый раз пипеткой, что-то тут вытягивать. И теперь нужно сохранить это изображение уже с пустым фото. Сохранить изображение. Сохранилось в ваших фотографиях. Открываем палитры, делаем новую палитру. Создать из фото. Уделяем вашу фотографию. И вот у вас появились четко те же цвета, что и здесь. Ну, примерно. Ладно. Итак, мы продолжаем. Делаем этот слой немножко прозрачным, чтобы сделать контур. Делаем новый слой, на котором будем рисовать. Этот блокируем нижний, чтобы не мешал. Выбираем кисть. У меня уже кисти есть удобные для меня, поэтому я именно буду ее нарисовать. Выбираем темненький цвет. Выбираем толщину. Удобно. Итак, ну и начинаем делать облотку. Допустим, у вас кисть идет с некоторыми зазубринами. Вы можете ее немножко отредактировать. Есть такая функция Streamline. Чем больше значение, тем более плавная линия у вас будет. Допустим, если она вот 20 процентов, вот с трудом можно что-то ровное, что-то такое плавное сделать. Мне нравится вот процентов 75, и тогда все будет очень красиво. Итак, это мы убираем, продолжаем рисовать. Если вам нужно сделать линию выпрямить вот прям здесь уже, даже если Streamline вам не хватает, то делаем какую-то дугу немножко. Например, дуга. Вы немножко зажимаете, и получается, что она упрощается, и становится более ровной. Допустим, раз. Дуга. Два. Дуга. Вот так вот. Делаем так, чтобы лошадка у нас, единорог стал референсом. Открываем новый слой. Делаем заливку. Напоминаю, если у вас заливка происходит как-то неправильными стеклянами, у нас есть порог Color Drop. Нам нужно сделать гриву. Как я это сделаю? Делаем новый слой. Просто экспериментируем. Я даже не знаю, как. Так, теперь что? Нам надо убрать то, что лишнее, да? И как-то, чтобы это все расплылось. Что-то, чтобы расплылось, естественно, делаем размытие по гауссу. Размытие по гауссу делаем весь слой. Вот так идем вправо, и... Какой момент нам нравится? Ну, допустим. Так. Да? Теперь нам надо как-то отрезать лишнее. Как мы это сделаем? Нам надо сделать выделение вот именно гривы, да? Сделаем просто. Например, зальем на отдельном слое просто обычной заливкой. И вот... Ой, референс забыли. Вот. Не референс, точнее, а отдельный слой сделать. Вот у нас заливка на отдельном слое. Теперь делаем копировать. О, не копировать, а выделить. Где же в деле? Вот, выбрать, выбрать, выбрать это и есть выделить. У нас выбралась чисто вот грива, да? Теперь выделяем слой для нашей радугы. Сделаем копировать. И вставить. Вставить. И смотрите, появилось еще один слой. Этот убираем. Этот синенький тоже убираем. Вот у нас осталось только грива. Да? Можно сделать какие-то еще дополнительные тенюшки, да? Как делаем? Нам надо сделать, чтобы раскрашивалась только по цвету, который у нас на единороге, чтобы ничего на фоне вот так вот не было. Мы смахиваем двумя пальцами вправо. И у нас остается только выделенным заливка. Что я нашла? Смотрите, видите? Залилось не вижу. Обратно снимаем выделение. Оп. Вот так все вставили. Далее берем темный. Нам нужно какой-то распылитель, чтобы это смотрелось красиво. Выберем. Аэрографов обычно выберем еще. Вот аэрозоли. Средняя насадка, допустим. И добавим немножко свечения в гриву и в хвост. Берем кисточку освещенность, световое перо. Немножко уменьшила прозрачность. Белый цвет. Вот вроде бы и все. По-моему, симпатично вышло. Фотографию моего единорога я выложу в инстаграме. В моем. Ссылку оставлю в описании видео. Вы можете скачать и по его примеру он должен рисовать на своем планшете. Либо нарисовать своего. Это, конечно, лучше. Если было все понятно, вы молодцы. Если было непонятно, пишите в комментариях ваши вопросы. Я постараюсь ответить. Также напишите, что бы вы хотели, чтобы я нарисовала в следующий раз. Ставьте лайки. Спасибо вам. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok